Здравствуйте, в эфире программа Киногит, и с вами я и ведущий Валерий Бондаренко. На экраны страны вышла картина британского режиссера Ридли Скотта «Советник». Ридли Скотт – это одна из самых знаменитых фигур в кинематографическом мире, автор «Бегущего по лезвию бритвы», «Чужого» и так далее, и так далее. Человек, который снимает приблизительно по одной картине в два года и периодически раз в десятилетие снимает картину, которая имеет шанс войти в историю кино. С его новой картиной «Советник» связан несколько обстоятельств, обстоятельств весьма любопытных. Во-первых, сценарий для него написал Кормак Маккарти – живой классик американского кино, автор, ну, скажем, если говорить о кинематографе, знаменитого романа «Старикам здесь не место», по которому сняли картину братья Джоэл и Эттон Коэна. Вообще, Кормак Маккарти никогда не писал сценариев. И вот в 81 год написал для Ридли Скотта. И это обстоятельство очень важное, поскольку Кормак Маккарти иногда пишет роман на грани гениальности. Это действительно писатель первого ряда. И сегодня в мире, когда так мало авторов и так мало сценариев, о которых вообще всерьез можно говорить, это, конечно, некоторое явление. И сразу скажем, когда смотришь эту картину, слух радуется. Потому что я, например, давно не слышал в кино таких диалогов, таких монологов, таких текстов. А говорят, в фильме довольно много, хотя по жанру это триллер. Второе обстоятельство трагического свойства. У Ридли Скотта был брат, тоже кинорежиссер, его звали Тони Скотт. Кто-то, может быть, помнит еще его знаменитую настоящую любовь по сценарию Квентина Тарантино, сделанную в 90-е годы. И Тони Скотт, так же, как и брат Ридли, работал в Америке и снимал по одной картине в два года. Но вот как раз тогда, когда Ридли Скотт снимал своего советника, его брат покончил с собой. Говорят, что выбросил с крыши небоскреба. И в этот момент съемки фильма были остановлены. Месяц Ридли Скотт был с семьей. И после этого вернулся к картине. Корма Кли Маккарте или вот эти трагические обстоятельства, связанные со смертью брата. Но картина получилась действительно с таким сильным трагическим началом. О чем картина? Есть персонаж. Никто не знает, как его зовут. Его играет Майкл Фассбендер. Ну, попутно скажем, что в этой картине вообще собраны прекрасные актеры. Здесь Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Действие происходит на границе с Мексикой. И, конечно, Хавьер Бардем, Пенелопа Круз и Кэмерон Диас изображают мексиканцев. Он юрист. И однажды он решил, что не хватает денег. Не хватает денег. Здесь большая любовь. Большую любовь изображает Пенелопа Круз. Хорошо бы денег подзаработать. И кто-то ему предлагает вложить деньги в наркотрафик. Ну, такая простая идея. Получить наркотики в одном месте, продать их. Все будут делать совершенно другие люди. Ему надо лишь вложить определенную сумму. И вот советник, которого, я повторяюсь, играет Майкл Фассбендер, начинает играть в эту игру. И начинается игра. И вот эта игра, она длится два часа. И надо сказать, что разработана эта игра благодаря таланту сценариста и режиссера филигранно. Поскольку до самого финала вот это чувство нарастающей трагичности жизни, оно присутствует здесь сейчас в кадре. А Кормак Маккарти свои романы строит по этому образу. В его романах всегда есть некий носитель абсолютного зла. И его всегда интересовала эта проблематика. Проблематика, которую, ну, вот как-то обозначил великий поэт Иосиф Броски, когда получал Нобелевскую премию. Он сказал, что каждому человеку в современном мире рано или поздно придется встретиться со злом. Со злом, ну, вот в неком поэстическом веке. И вот как выжить, когда ты смотришь зло в глаза. Посмотри в глаза чудовища, как говорил Николай Гумилев. Сможет ли современный человек посмотреть в глаза чудовища? Тем более, что и в его глазах эти чудовища тоже живут. Разумеется, все идет не так. Игра развертывает слишком сложно, и все начинает рушиться. И вот здесь советник начинает пытаться спасти игру. Поскольку ему все объясняют, речь идет о наркокартелях, и никто разбираться не будет, насколько ты виноват, кто украл деньги, у кого они. Просто вся цепочка, все люди, которые так или иначе задействованы в этой игре, будут уничтожены. Причем уничтожены неким страшным образом. И советник пытается спасти игру. Происходит такой потрясающий диалог. Его все-таки сводят, но по телефону, не лично. Поскольку здесь силы зла, они присутствуют где-то там. Они существуют где-то там. А они живут в каких-то своих кабинетах, курят сигары, и ведут задумчивые философские разговоры. Вот такие философствующие подлецы. И вот философствующий подлец сообщает ему, а вы должны были понимать, как устроен мир. И мы понимаем, что когда произносят слова, что вот вы не понимаете, как устроен мир, речь идет о некой философской ошибке. Об этом и фильм. Чего же не понял герой Майкл Фассбендера? А он не понял очень простую вещь. Есть мир причин и мир следствий. И вот мир причин в одном измерении расположен. То есть ты начинаешь действовать, и завязываются все события, в том числе и роковые, в одних обстоятельствах, в одном мире, а платить за них приходится в другом. Только этот мир расположен здесь же, на земле. И мир следствий, оказывается, сейчас несоизмерим с миром причин. Потому что всего-то навсего хотелось подзаработать деньжат. Да, незаконно, конечно. Да, незаконно. Но то, что начинается потом... Вот об этом лучше не рассказывать. Здесь лучше посмотреть картину. Потому что появление в американском кино фильма, от которого все растерялись, один из критиков воскликнул. Ребята, да это же шедевр. Какая-то растерянность даже. Поскольку хэппи-энда здесь не предполагается. И это жанровое кино, в основании которого лежит философская проблема. И это то, чего так давно не было в кинематографе, в том числе в американском. И Ридли Скотт, которому за 70 лет снимает картину, которая имеет все шансы стать его лучшей картиной за последние 15-20 лет, может быть. Со времен, может быть, Тельма и Луизы. А для американского кино стать картиной, которая позволяет говорить о том, что, в общем-то, не все так еще и плохо в американском кино. Есть еще люди. Надо сказать, что все актеры играют отменно. Играют отменно, не переигрывают. У каждого есть свой характер. И за этим характером любопытно наблюдать. Потому что сегодня в кино мы привыкли, что характеров нет. Они исчерпаны функцией. Функции в сюжете. И герои, так же, как в классицистских пьесах, обозначены какой-то чертой. Вот есть жадный, а есть глупый. А вот есть любвеобильная. А вот есть еще какой-то. Есть умный, например. Здесь каждый герой даже второстепенно обладает своим характером. И даже на маленькие роли Ридли Скотт пригласил звезд мирового кино. Так, например, роль, которая длится, может быть, меньше минуты, играет знаменитый Бруно Ганс. Если вы видели «Небо на Берлину», вы знаете, о ком я говорю. Параллельно это сюжет о том, как путешествуют бриллианты. Поскольку и сюжет завязывается с камня, и произносится текст в духе Кормака Маккарти о том, что у камней есть отдельная судьба, но самое интересное о том, как судьба камня пересекается с судьбой человека. И когда ты выбираешь камень, ты выбираешь определенный сюжет. Но ты этого сюжета не знаешь, поскольку жизнь камня – это тайна. И приключение вот этого кольца с бриллиантом внутри сюжета – это некая дополнительная интрига, которая, ну, так тешит сердце, назовем его так, вдумчивым зрителем. Другими словами, картина расположена на нескольких уровнях, на нескольких этажах. Ее интересно разглядывать, ну, как мы разглядывали, красивое здание с разных сторон. И все это позволяет нам, нашей программе, настоятельно рекомендовать вам посмотреть эту картину. Либо сейчас в кинотеатрах, либо тогда, когда она выйдет на лицензионном DVD. На этом все. Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. С вами был Киногид, и я ее ведущий Валерий Бондаренко. Встретимся через неделю. Встретимся через неделю. Встретимся через неделю.